Дорогие друзья, к сожалению, звонки аферистов не удалось еще полностью остановить. Борьба с ними не прекращается ни на минуту. Наши доблестные авторы канала, мошенники звонят по телефону, продолжают мужественно трудиться. Они несут свое служение днем и ночью, при любых обстоятельствах. Дорогие друзья, к сожалению, звонят по телефону, продолжают мужественно трудиться. Что вы оставляли свои данные и интересовались для себя дополнительным заработком, верно? Напомните мне, пожалуйста, на каком сайте я оставлял свои данные? Михаил, по правде сказать, я вам наверняка не скажу, просто потому что мне ваш телефон передал маркетинговый отдел в формате таком. Ваше имя, номер телефона и то, где вы предположительно оставляли свои данные. Ну то есть, чем вы интересовались? Дополнительным заработком, либо там, условно, какой-то пассивный доход и так далее? Вот. То есть, в таком формате я получил ваши данные, поэтому вам и звоню. Мы сейчас привлекаем, к примеру, мелкого инвестора, поэтому вы бы могли поучаствовать, попробовать посмотреть. Я бы вам больше рассказал. Только в случае, если вам интересно, конечно. Ну вы мне скажите, пожалуйста, а могу я с этим человеком пообщаться, который передавал мои данные? Нет, это просто девушка, верно, из маркетингового отдела, которая мониторит, условно, базу данных, всеразличная, да, на предмет людей, которые ищут для себя дополнительные источники дохода. А что? О чем бы вы хотели с ней поговорить, допустим? Я хотел с ней поговорить. На каком именно сайте я оставлял свои данные? Вот. Мне просто вот интересно. Интересно. А, именно это интересно. Ну, слушайте, это будет трудно сделать. Хорошо, Абихаил, а вы как вообще с вами, к своим данным относитесь? Сейчас они где-то оставляете, расписываете, где-то что-то заполняете в интернете, возможно? Ну, я вообще стараюсь это не делать, потому что сейчас многие мошенники просто прямо норовятся, чтобы со мной пообщаться и предложить какой-нибудь дополнительный заработок. Все верно. Да, поэтому... То есть, у вас безусловно именно этот вопрос. Вопрос доверия стоит, условно. Да, доверие, вот. Да, понимаю, Абихаил. А для вас, в словом, это все интересно, то есть, биржевая торговля, инвестиция, ну, то есть, базовая финансовая грамотность, условно. Вам бы интересно было бы этим заниматься, если бы вы доверяли партнеру, с которым вы бы занимались этим, условно? Ммм, партнеру? Да, конечно. А к какому партнеру? Партнеру на большом расстоянии? Нет, ну, имеется в виду компанию, с которой вы будете работать, условно. Вот, к примеру, есть наша компания, она называется American Century Investment. Она сотрудничает с такими крупными российскими компаниями, как компаниями и банками, как Газпром и ВТБ. В ВТБ мы предоставляем свои брокерские услуги, а с Газпромом сотрудничаем по привлечению мелкого инвестора. Ну, вот. У нашей компании можно много чего узнать из интернета, то есть, там, условно, Википедия, отзывы и так далее. Компания существует 64 года, вот. Вот, поэтому в плане доверия я могу вам много информации предоставить, лицензии, сертификаты, вот это вот все, то есть. Причем не рисованное, как это делают мошенники, а, к примеру, там, в поиске, условно, Центробанка даже вбить название нашего регулятора, и он там отобразится, он аккредитирован Центробанком, вот. То есть, в плане доверия я, Михаил, могу вам предоставить многое. Но мне интересен вопрос лишь один, интересно ли это вам, то есть, интересно ли вам этим заниматься? У вас какой регулятор? Lay. Вы, скорее всего, не знаете, регулятор называется Lay. А также, а также, а также, одну секундочку. Пам-пам-пам. Сейчас, буквально одну секундочку. А вы в регуляторах в целом, скажем так, сечете, разбираетесь? Да, разбираюсь в этом. Разбираетесь. Тогда одну секундочку, для того, чтобы я, скажем так, не оговорился. Пам-пам-пам. Информация о нашем регуляторе. Вот она. Также у нас есть регулятор, который называется Financial Conduct Authority, FCA. Это центральный орган надзора за финансовым рынком услуг Великобритании и так далее. То есть, и Соединенного Королевства Солом. Вот. Financial Conduct Authority. FCA. Тоже можете посмотреть, погуглить. Есть даже в Википедии статья на этот счет. Вот. Так, ура, а скажите, а где ваш офис находится? Что говорите? Где ваш офис находится? Офис, из которого я вам звоню находится в Москве. Ну, это условно офис, филиал по промажам именно, да? То есть, по привлечению мелкого инвестора. Вот. Опять же, компания работает, скажем так, в формате не франшизы, да? А вот именно филиалов. То есть, по разным регионам. Допустим, я общаюсь с русскоязычной Восточной Европой и СНГ. К примеру, да? То есть, могу позвонить в Латвию, могу позвонить, допустим, в Израиль, к примеру, да? Тоже людям, которые разговаривают на русском языке. Вот. Я являюсь русскоязычным спикером от этой компании. А вы скажите, а откуда вы знаете, что эти люди чистокромные русские? Может, вы каким-то этим евреям звоните? А, нет. Тоже они, условно, смотрите, у нас есть много рекламных кампаний. Вам я, условно, давайте так, если мы уже говорим на чистоту, да? Вам я позвонил по холодной базе. То есть, условно, ваше имя и номер телефона, и возможное предположение, где вы оставляли данные по именно интересу, да? То есть, опять же, это либо дополнительный доход, либо пассивный и так далее. Это считается холодной базой. То есть, вы нигде свои данные напрямую к нашей компании не оставляли. Вот. А что касается, там, допустим, Израиля, Восточной Европы, иногда даже России, у нас есть свои рекламные кампании. Мы, к примеру, сотрудничаем с Газпромом, да? Газпром иногда у нас запрашивает, условно, привлечение мелкого инвестора. Мы разрабатываем маркетинговый план. Человек, условно, попадается где-то реклама, он оставляет свои данные, мы с ним связываемся, вот. Это прямо вообще, я на чистоту все рассказал, как оно есть, условно. Все же, мне интересует вопрос, на каком сайте я оставлял свои данные? Тут не помогу, к сожалению, Михаил, тут не помогу. Давайте сделаем так, то есть, для того, чтобы, условно, не терять время, для вас все-таки вопрос поиска дополнительного источника дохода и работы на финансовых рынках, он актуален? Вам это интересно? Конечно, интересно. Класс, замечательно. Тогда давайте двигаться в этом направлении, а относительно того сайта, где вы оставили свои данные, я ничем не помогу, не подскажу. Лучше извините. Ну, мне все-таки интересно, прежде чем начинать зарабатывать пассивно, мне все-таки интересно взглянуть на ссылку этого сайта, где я оставлял свои данные. Ну, прям, ну, очень, прям, до ужаса интересно. Хорошо. Я постараюсь сделать все возможное для того, чтобы узнать эту информацию, но сразу скажу, что это вряд ли у меня получится. Вот. Ну, если вам интересно, как вы говорите, пассивно зарабатывать, да, что в самом, на самом деле, такая достаточно, ну, эфемерное, существенное выражение, пассивно зарабатывать. Да, конечно. Да, конечно. Да, конечно. Кто же сейчас не зарабатывает на биржевой торговле? Кто сейчас не зарабатывает? Нет, 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 я наоборот вам говорю, что пассивный заработок, ну, вы меня слышите, да? Я говорю, что пассивный заработок, все, понятие эфемерное. Вот. Для того, чтобы зарабатывать, так или иначе, нужно что-то делать, какие-то предпринимать действия. То есть, пассивного заработка как какового, его не существует. Вот. Опять же, это так, скажем так, обманывать малопонимающих людей можно вот этим вот понятием пассивных заработок. Мы таким не занимаемся. Наша компания работает с фондами, с фондовым рынком. Наша компания работает, после сейчас вот работает на волатильность и криптовалют, да, то есть это нам интересно. На этом можно заработать для наших клиентов. И работаем в формате сопровождения и в формате управления счетом. В формате управления счетом это больше подходит для людей, которые, условно, не хотят лично заниматься этим, да, то есть у них нет времени или желания, и у них есть большой бюджет, то есть большой капитал, который они хотят либо сохранить, либо приумножить. Предлагаю, вам, Михаил, такой вариант не подходит. Или я ошибаюсь? Да что вы, меня интересует такой заработок, чтобы я, ну, прямо с первой минуты прям взлетел, плюс сотка на кармане будет. Вот он прямо с этой, какой, ну, чтобы, это, там, я просто хочу сказать, что мне просто сразу, чтобы сотка выстрелнула прям с первой минуты торговли. Я поставил на то золото. Михаил, Михаил, вы немножко, скажем так, попали не на того человека для того, чтобы вот таким образом иронизировать и пытаться как-то спровоцировать меня на то, что я сейчас буду говорить «да-да», это возможно. Не-не-не-не-не-не-не, вы не так поняли, просто мне нужно заработать. У меня есть свои мечты, есть свои потребности, я все-таки мужик, и мне нужно заработать. Михаил, дальше слово «потребности» можете не идти, опять же, я повторюсь, вы попали немножко не на того человека в этом плане. Так как так, так как так? Я сейчас не буду вам подыгрывать. Ну, давайте, ну, помогите мне заработать, ну, помогите. Я, блин, у меня весь долга как в шелках, ну, помогите, пожалуйста. Михаил, давайте будем говорить более серьезно и перестанем иронизировать. Давайте серьезно, давайте серьезно. Я самосерьезный. Давайте, давайте. Я вас слушаю дальше. Продолжайте. Так, хорошо. В таком случае, какая информация вас бы еще интересовала наша компания? То есть... Ну, во-первых, ну, во-первых, меня интересует, какие, кто вас регулирует. Так, с этим мы вроде как разобрались, но могу повторить еще раз. Смотрите, есть лицензия на официальном сайте международной базы идентификации юридических лиц. То есть я могу вам, в целом, все ссылочки полезные, да, позврашивать там в ВОСА, в Брайбер, куда угодно. То есть если вас интересует документальная информация. Далее, что касается непосредственно самого регулятора, это управление по финансовому регулированию и надзора Великобритании. То есть это регулятор, который основан в 1997 году, вот, и занимается тем, что регулирует, условно, финансовые рынки. Вот. Именно это, почему регулятор, скажем так, Великобританский, да, если так можно выразиться, да, именно потому, что мы зарегистрированы в Великобританские финансовые зоны. То есть, условно, на офсорных островах для того, чтобы избегать налогообложения. Вот. То есть я об этом своим клиентам говорю напрямую, вот, ничего, сейчас люди иногда боятся слова офсор, да, но при этом, то есть если мы говорим о капитале и о заработке средств, то, как бы, офсор, это наш помощник, понимаете, да? Я понял вас, понял. Второй вопрос. Что, что, что? Михаил, подождите, подождите. Да, 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 да. Подождите. Регуляции и, как бы, лицензии, если вас интересует посмотреть на них именно, скажем так, глазами своими, подскажите, у вас Viber, Telegram, WhatsApp на этом номере телефона находятся? Что-то из этого есть? Меня в WhatsApp заблокировали, вот, на этот номер именно. А почему заблокировали, а что случилось? Да, потому что администрация, ну, это самое вот, этот Facebook посчитал, что я имел какую-то связь с машинической организацией. Ну, так посчитали. Я с одним из, я с одним каким-то списался, тоже вот предлагал заработать на торговой бирже. А вы имеете в виду связь? Ну, да, я с ним просто переписывался и вот так вот, ну, типа, договаривался, типа, вот, давайте, вот, заполню там данные и будем торговать на торговой бирже. Ну, почему-то администрация Facebook посчитала, что я какую-то мошенническую... Что вы мошенник, а не человек, с которым вы договаривались, да? Да, можно так сказать. Вы договаривались, как подойдите. Давайте я вот еще просто, меня смущает в целом, скажем так, технология, которую вы иногда используете, и формат общения, который вы ведете. Ну, смущает в хорошем плане, да? Вы в целом ранее, возможно, напрямую были причастны в целом к биржовой торговле, или я ошибаюсь, или там продавали, возможно, что-то... Нет, 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 я вот, как вот вы вот говорите, то, что вот я вам на WhatsApp скинул информацию, а вы вот уже проверите, вот так же он скинул тоже информацию, я буквально... Так, и вас заблокировали? Я буквально пару слов только написал, и меня заблокировали. Ну, это, Роскомнадзор меня заблокировал. Он сначала... Странно. Он мне сначала выдал предупреждение, а потом и вовсе заблокировал. Нет, только это... Никто, сколько вам лет? Нет, я вам серьезно говорю, что так оно и было. Нет, ну, я верю, я не оспариваю ваши слова. Я спрашиваю, сколько вам лет? Я мужчина хоть куда. Я-то полном развитии, я понял. Да, 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 а я малыш, получается, в таком случае. Хорошо, а сколько вам лет, Михаил? Ну, это, ну, это, так сказать, личная информация. Ну, я не могу вам сказать точно. Это личная информация, так или иначе, если мы двигаемся в сторону того, чтобы начать работать и зарабатывать совместно, да, чтобы вы работали в нашей компании, эта информация, так или иначе, раскрывается. Поэтому тут сняться нечего. Если вы заинтересованы в том, чтобы работать с нами, просто скажите условно, давайте так, вам в 18 хотя бы есть? Ну, я же, если вам фраза из мультика, конечно же, не говорит об этом, то, не знаю, можете мне считать, конечно, и младше 18 лет. Ну, возможно, у вас были хорошие родители, которые показывали вам хорошие мультики, понимаете, о чем нет? Да, поэтому я и спрашиваю. Вы не думаете, что, как бы, я не понял, это отсылки. Я отсылки ловлю только так, понимаете. Давайте, значит, хорошо, ну, тогда так, 25 есть? Да, есть 25. Есть 25. Все, хорошо, я спокойный, я спокойный. О, спокойный, хорошо, Михаил. Да, да, да. Тогда, да, давайте, где мы с вами все равно свяжемся тогда в текстовом формате, для того, чтобы я мог уверить вас в том, что мы, ну, в том, что мои слова, они имеют отношение к реальности, да, то есть сбросить документальную информацию. Я полагаю, для вас это просто важно. Ну, можно... То есть, Телеграм у вас по этому номеру, условно, или Вайбер по этому номеру? Что у вас по этому номеру есть? Что вам по этому номеру есть у меня? Сейчас дайте вспомню. Сейчас скажу. Телеграм, по-моему, ну, у меня это самое... Ну, Телеграм есть, конечно, но у меня почему-то он на телефоне как-то, не знаю, странно работает. Он... Не приходит уведомление, или что? Не приходит уведомление. Я переустанавливаю, снова устанавливаю. Не знаю, может, у меня телефон такой, полный Г. Но я не знаю, с чем это связано. Так, давайте тогда я сейчас... Буквально одну минуточку побудьте на линии, я возьму служебный телефон для того, чтобы добавить вас хоть где-нибудь, да? Попробую, скажем так, по этому номеру телефона. Если не получится, то... Попробуй... Что-то придумаем, в общем. Я продиктую вам ссылку, условно, по буквам. Я думал, вы английский знаете. Одну минуту. Мощёнка, мощёнка, пошли сажать пардошку. Ой, что-то я зря заговорил. А где? А где вы? Михаил? Да-да-да, я его слушаю очень внимательно. Замечательно, что вы оставите с ним вине. Так, хорошо. Давайте тогда разговор продолжим немножко, да? То есть добавлю я вас немного позже, как закончим разговор, потому что есть небольшая проблема с служебным телефоном. Не могу его нигде найти. Да, как бы странно это ни звучало, и непрофессионально, к сожалению. Вот, такая ситуация. Ну, я сам иначе с утра просто разговариваю, как есть. Так, Михаил. Какие вопросы ещё интересуют по поводу нашей компании? По поводу доверия. Давайте удостоверимся, как бы, чтобы я знал, что взбрасывать, да? Чтобы я взбросил полную информацию, которая вас бы удостоверил. Если есть какие-то ещё вопросы, подъявляя. Да, есть вопросы, есть вопросы. Скажите, к вам в офис можно подъехать, так лично пообщаться? А лично со мной или что вы имеете в виду? Ну, я не знаю, с вашим филиалом. Кто вас с филиалом там в Москве руководит? Смотрите, я работаю в... Наш офис, на самом деле, является закрытым офисом, но я со своими клиентами иногда встречаюсь. То есть, были такие запросы, мол, хочу встретиться с вами лично и так далее. Я это делал просто потому, что... Ну, а почему нет, условно, если человек там приехал в Москву, с ним можно, говорит, переставиться, познакомиться, да? То есть, ну, это клиенты, которых я веду уже досрочно давно, поэтому тут такая ситуация, что с каждым встречным, условно, я встречаться не буду, сами понимаете, да? Я не... Погодите, как понять закрытый офис? Ну, офис, то есть, мы продажи ведем исключительно в телефонном формате, в формате удаленном, то есть, да, то есть, там, по WhatsApp иногда пишем и так далее. То есть, мы не ходим от двери к двери, да, то есть, мы не такие продажники. Вот. Door to door, да, не занимаемся, и мы на то, этому не встречаемся. И, как бы, переговоры лично вживую не ведем. Не имеет смысла. Мы привлекаем мелкого инвестора, поэтому, ну, там, условно, если вы инвестируете, начинаете пробовать, да, там, 150-200 долларов, то, ну, зачем мне с вами встречаться, если мы можем об этом всем договориться в телефонном формате и заключить, скажем так, договор о публичной оферте, которая не требует ни подписи, ничего. Просто зарегистрироваться, условно, у нас на сайте, открыть счет, попробовать, условно, посмотреть, что да как. То есть здесь лично встречи не требуются, поэтому дело такое. Ну, если там в дальнейшем вам захочется встретиться, условно, там, со мной, я буду рад только, да. А вот, ну, скажите, ну, перед тем, как, ну, начать торговать и во всем этом дальнейшем разбираться, ну, как бы мне хочется прийти с человеком, пообщаться, с которым я буду, ну, и иметь дело, которое мне будет, ну, помогать и дальнейшим делать. С аналитиками вы будете, да, я услышал, с аналитиками вы будете общаться в формате, условно, либо там, по скайпу, либо, ну, в любом формате коммуникации, которая вам будет удобна, но в удаленном, понятное дело, потому что у нас аналитики, они, то есть, есть офис аналитический в Москве, и есть офис аналитический в Фраге, и тот и тот, он русскоязычный, поэтому, ну, условно, если вам больше подойдет какой-то аналитик из Фраги, в Фраге вы будете общаться с ним, то есть, да, я там посмотрю, что вас именно интересует, какие рынки, и буду подбирать именно по варианту, скажем так, наиболее эффективной коммуникации, а не варианту, где вы расположены географически, понимаете? То есть, сейчас абсолютно все, оно находится в удаленном формате, поэтому личной встречи, как таковой, у вас не получится. Возможно, получится в видеосвязь, да, я слышал, что там некоторые аналитики ведут видеосвязь с клиентами, и по просьбе, опять же, да, типа, по доверию, скажем так, если есть какой-то вопрос, пожалуйста, но личная встреча, это достаточно, скажем так, трудозатратная, и, ну, штука, и не стоит времени внимания наших аналитиков. Вот, они занимаются другим, они занимаются тем, что зарабатывают клиентам деньги. Вот, и хотите встретиться, можно встретиться со мной, но уже, опять же, если у вас будут какие-то продуктивные клиентские отношения. Вот. Подождите, ну, ну, как бы, ну, ну, подождите, ну, как бы, ну, я просто хочу понять, ну, скажите, где ваш офис находится? Я просто, ну, хочу сначала с вами поговорить, потом уже, как бы сказать, ну, с полной такой уверенностью уже пойти и начать с вами зарабатывать. Вот скажите адрес в Москве. Скажите, пожалуйста. Панасинская набережная 16, допустим. Допустим? А почему допустим? Ну, да, да. Просто, ну, допустим, я имею в виду, что это вам дает. Что это вам дает? Ну, вы скажите точно, допустим или не точно? Нет, это точно адрес, я просто, допустим, стал типа в понятии, что это вам дает. Просто хочу приехать и посмотреть на вот эти вот профессиональные такие, так сказать, лица, которые будут мне помогать зарабатывать мне на мою, так сказать, ну, на мою жизнь. Это, опять же, это возможно, но зачем? То есть, ну, сама формулировка посмотреть на профессиональные лица. Ну, приезжайте, пожалуйста, смотрите. То есть, но, как бы, оформляйте вам счет, открывайте вам счет, да, мы будем в формате вот, то есть, в таком разговорном. Я условно просто сброшу ссылку, вы зайдете на наш сайт, посмотрите все, опять же, просмотрите все лицензии, просмотрите статью на Википедии, зайдете на наш сайт, зарегистрируете, закроете счет, активируете его и только в путь. Вот. Там уже дальше сами свяжутся в формате, опять же, который будет вам удобен, аналитик, специалист и так далее. То есть, это уже такое что-то. С вами переговоры, смотрите, вести более, там, двух-трех дней никто не собирается. Такая ситуация, да, поток клиентов большой, поэтому, ну, как бы, я с вами не заинтересован долго вести переговоры. Если вам это интересно, заходим в личный кабинет, открываем счет, активируем его, начинаем работать. ждать вас, пока вы приедете, пока вы посмотрите в Лиза, ну, слушайте, вы на сколько собираетесь открывать счет? Если, если на, если на сумму более, там, 10 тысяч долларов, пожалуйста, я вас жду, то есть, да, можем попробовать провести в таком формате. но я вам не, во-первых, я вам не предлагаю открывать такой счет на сумму в 10 тысяч долларов, да, то есть, я вам предлагаю начинать с минимума для того, чтобы познакомиться, именно познакомиться с компанией, именно то, что вы хотите, да, вот, и оттуда уже как-то отталкиваться и разбираться, надо, вам или не надо, условно. Но, если, опять же, вы являетесь не мелким инвестором, а инвестором, скажем так, да, милости прошу к нашему слову, условно, Панатинская набережная 16, опять же, там дальше я вас ориентирую по телефону, как в офис пройти. Да. Вопросы еще какие-то имеются или нет? Давайте так, Михаил, вы, да, в целом собираетесь открывать счет и начинать работать, то есть, если, допустим, опять же, в случае, если у вас информация, которую я вам предоставлю, там, по мессенджеру, который будет мне удобен, или вам удобен, да, вас устроит. Или вы балуетесь, играете, тебя спрашиваете? Не, 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 я просто, как бы, интересуюсь, интересуюсь, я же не просто так в какую-нибудь шарашку, там, отдаю свои кромно заработанные, просто, меня надо полностью узнать о организации. А на какое ваш финансовое положение, Михаил, сколько вы зарабатываете? Сколько я зарабатываю? Ну, вполне себе нормально, на жизнь хватает. Ну, у всех это по-разному, кому-то на жизнь хватает, там, условно, 200 тысяч, кому-то и миллиона не хватает, на жизнь, условно, творюсь. Что конкретно вы зарабатываете? Кем вы работаете, условно? Я работаю в салоне сотовой связи говаргун. Еще раз? Я работаю в салоне сотовой связи. Так, понял. Замечательно, кем работаете? Полагаю, в продажах, правильно, консультантом или кем? Да, консультантом. Класс. Ну, я это понял, просто потому, что, скажем так, вы используете терминологию, условно, продажника, да, говорите о потребностях и так далее. Да, вот. Хорошо, хорошо, что вам пытаются лет вам у вас семья есть? Да, конечно. Жена, дети? Да, конечно, есть. Жена, дети, детишки, они просто, знаете, постоянно требуют что-то, вот, требуют. Говорит, папа, ну, купи мне вот это, Начинается, Михаил, Михаил, ну, не играйте, ну, вы, ну, вы, не играете, для того, чтобы вы организировали эти игры. Если у меня дети такие, его требуют постоянно что-то, вот, что я там могу сделать? Михаил, Михаил, не тот, не тот уровень вообще. То, что не тот уровень, я вас не понимаю вообще. Михаил, я вас поножу там. Хорошо, что мы будем с вами делать? Давайте так, я вам раз сейчас заканчиваем разговор, я вам разрую информацию о нашей компании, более подробную, более документальную, условно, в те же статьи на Википедии, те же ссылки на архивы с лицензиями и так далее. Вы с этим всем накапливаетесь, если вас это интересует, если вам это все подходит, я вам предлагаю начинать с самого минимума, даже не с технического, а просто вот, что можно условно активировать счет, это 150 долларов. Для вас эта сумма как доступна, бьет по карману? Да, бьет, но я еще вас не все расспросил, да и к тому же, вот смотрите, вот вы говорите, создадите мой кабинет и мой торговый счет, вот скажите, кто его будет создавать? Что, что, что? Кто будет создавать мой торговый счет? Мы с вами зайдем, вы зарегистрируетесь, проведете регистрацию, простую, условную, там, то есть имя, фамилия, отчество, номер телефона, электронная почта, страна, город, да, это такая, ну, небольшая регистрация. Далее, мы с вами знакомимся с личным кабинетом, я вам презентую, как вы выводите средства, я вам рассказываю, на чем зарабатываю мы условно, потому что, когда дело доходит до вывода средств, я уже говорю о нашем интересе, потому что у нас в целом оплаты никакой нет, пока дело не доходит до вывода средств. Когда вы выводите средства, мы снимаем своих 10% комиссии, то есть, это большая комиссия, в принципе, да, но она единственная и она прозрачная, поэтому мы, скажем так, работаем в таком формате. Вот, то есть, заработали условно тысячу долларов, сто долларов отдали нам. Все просто, все честно, поэтому мы существуем так и долго, как мы существуем. Вот, заходим в личный кабинет, активируем счет, у вас счет привязывается просто условно по способу оплаты, допустим, это там Visa, MasterCard, Mir, там вся информация у вас есть, если вы вдруг не знали. Вот, у вас подписывается договор публичной эфирты автоматически, ну, как условно, заходите, когда заходите в магазин, если вы не знали, опять же, подписывается договор публичной эфирты. активируем счет, на минимальную сумму начинаем работать, вот смотрите, как это все работает, если у вас искаивает, условно, пополняете больше или продолжаете работать с этой же суммой, да, если вам будет интересно, либо же, если не интересно, не получается там по времени, не получается связаться условно с аналитиками и так далее, снимаете средства и уходите. Вот и все. Просто так? Просто так снимаю средства и ухожу, что ли? Просто так? А как? А как? А как? Я думал, деньги просто замораживаются и уходят. На цепочках. Где-то, 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 возможно, так и происходит. Невозможно, а где-то точно так происходит. Я своих клиентов часто слышал, у которых был негативный опыт, что у них так и происходило, условно, да, там люди просто пропадали и так далее. там, сайт переставал открываться, что тут вроде. Да, такое возможно, но, опять же, такое возможно не в нашей компании. Мне очень жаль, что на территории Российской Федерации функционируют условно такие мошенники, которые промышляют с тем, чему не промышляют, да, притворяются брокерами и так далее. Они, на самом деле, кстати говоря, юридически являются брокерами, но при этом всем работают немножко, скажем так, не честно, да, при этом с юридической точки зрения к ним не прикопаться, как ни странно. Но именно из-за того, что они работают не часто, они существуют недолго. В основном у них, скажем так, срок жизни это 3 года, да, примерно. Они часто меняют свои имена, часто меняют домены сайтов и так далее. то есть большинство из них работают вообще не с территорией Российской Федерации и дальше. То есть там, условно, в Украине, в Днепре, я знаю, есть офис Максимаркет, в Киеве много офисов, опять же, которые работают на территории Российской Федерации, но при этом, скажем так, находятся не на этой территории и работают, понятное дело, нечестно. Вот. Но при этом юридически к ним никак абсолютно не докопаться, просто потому что, ну, условно, они выполняют все свои брокерские обязанности, да, при этом, при этом человек, который становится клиентом подобной компании, он не обращает внимания на мелочи и на детали, условно, там, прописанные в документах, да, вот. Поэтому так и получается. Потому что человек, когда начинает работать в такой компании, он юридически средства переводит ни на свой счет, не на, условно, не открывает никакого торгового счета, он просто переводит с карты на карту, да, либо с карты на реквизиты какие-то, и оттуда уже ему якобы пополняют счет на платформе, да, рисуют, и оттуда начинает торговать. Вот. С этим я знаком, об этом я наслышан от клиентов, опять же, но, что я могу сказать, что у нас не так, пожалуйста, да, у нас не так, мы работаем 64 года как компания, я работал в этой компании, правда, не 64 года, гораздо меньше, вот, но при этом вручаюсь за то абсолютно, что компания действительно, скажем так, выполняет свои обязанности, и то, что говорят, говорят менеджеры, соответствуют реальности, вот. Поэтому, Михаил, давайте так, 3-4 минуты уже разговариваем, я вас нахожу где-нибудь, где там получится в каком-то, условно, мессенджере, сбрасываю информацию, вы ознакомливаетесь, в течение сегодняшнего дня, если получится, конечно, далее, я вам перезваниваю, мы заходим, условно, на сайт, смотрим личный кабинет, я вам показываю, как у нас работают внеу средства, как работает выполнение счета, мы открываем счет, если вам будет и так же интересно, если у вас есть доступная сумма в 150 долларов, и оттуда уже продолжаем, условно, общаться, и коммуницировать. В целом, мне нравится с вами общаться, потому что вы задаете интересные вопросы, и много иронизируете, мне нравятся такие люди. Так что, Михаил, что делаете? Вы знаете, я вам полностью доверяю, как бы сказать, если у вас такая, ну, так сказать, официальная, даже Центробанком зарегистрирована, то, ну, как бы сказать, меня это устраивает, ну, знаете, лучше я вам еще пару вопросиков задам, потому что, ну, мне очень просто интересно, очень просто интересно, прежде чем куда-то... Михаил, время, давайте, время, Михаил, задавайте. Подождите, а что с временем, что, кончается, что ли? Нет, просто, есть такое, такое, такое дело, как приоритет по клиентам, да, если я условно понимаю, что клиент, условно, потенциал имеет, я с ним могу общаться сколько угодно, как, к примеру, с вами, я уже общаюсь в 35-мете, но у меня много клиентов, мне еще нужно условно прозванивать действующих клиентов, спрашивать, как у них дела и так далее, мои обязанности не заканчиваются на привлечении новых клиентов, я также общаюсь со своими действующими клиентами, именно поэтому я немножко тороплю. Выдавайте свои вопросы, я готов на них ответить. Такой вопросик. Вам циферки сказать? Михаил? Алло. Я спрашиваю, вам циферки сказать? Какие циферки, Михаил? Конкретнее, пожалуйста, конкретнее, более серьезно, задавайте вопросы. Циферки, циферки, карточки. Зачем они мне нужны? Ну, как зачем? Вам нужны мои идеи. Михаил, у вас на карточке никогда не было таких средств, которые меня бы заинтересовали, скорее всего, понимаете, учитывая, что вы работаете консультантом, для того, чтобы я условно прошел на преступление и взял чужие условно данные карточки и украл у вас деньги. Перестаньте, пожалуйста. Дальше, следующий вопрос. Следующий вопрос. Вы в гривнах принимаете? В гривнах принимаем. Спокойно. Спокойно? Результатция идет по межбанковскому курсу. Нам не важно, условно, какая у вас карта. Ну, главное, чтобы это была карта международного класса, виза, мастер-карт, мир. Я понимаю, о чем вы говорите. Опять же, я только что вам это проговаривал. Я знаю, о чем вы говорите. Мне вот это вот, я же говорю, Михаил, мне, ну, как бы, не то, что, я не хочу вас оставлять, и говорить, что, мол, не тот уровень, и так далее, но, не стоит иронизировать. Если мы серьезно подходим к вопросу, мы серьезно подходим к вопросу и начинаем работать. Если вы все еще сомневаетесь, шутите, иронизируете, дело ваше. то есть, оставайтесь с консультантом, условно, в салоне рфутовой связи с тем заработком, который вас, на самом деле, устраивает. Ничего о том плохого не вижу, просто говорю, как есть, да? Но если вас интересует, условно, эта сфера, сфера биржевой торговли, сфера финансовых рынков, инвестиции, то, ну, можем начать работать, если хотите опять же. Не стоит, опять же, иронизировать, хватит. То есть, в стену должен быть предел. Мне, конечно, нравится, но опять же. А что, у вас гривна есть, Михаил? Есть гривна, есть китайский ювань. А откуда у вас гривна? А откуда? Ну, с Украины. А вы были в Украине? Конечно, был. А что вы там делали? Искал подвальчики. Ага, искали мошенников, которые вас обморули, да? Да, знаете, они мне тоже вот, да, тоже вот такие вот. Давно звонили. Тоже предлагали заработать. А в итоге я, а вот, а в итоге я без штанов остался. Почти жишки на улицу меня выгнали. Класс, 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 Михаил, класс. Класс, класс, Ну, да, конечно, сочувствую вам, но это, скажем так, проблема вашей невнимательности и неграмотности. Ну, в плане финансов, Антоли, не грамотность. Ну, как так, как так? Ну, они же мне то же самое говорили, то, что вот, они мне информацию тоже всю эту предоставили. Тоже там подтвердилось, что да, это надежная организация, да, там есть лицензия Центробанка. Газпром Инвест. Михаил, это, вот, Газпром Инвест я последние, сколько, полгода слышу, наверное, от каждого второго клиента в этой конторе. Ниже везде есть отзывы, везде пишут Газпром Инвест отзывы. Так это еще было за два года до того, как они стали публично уже говорить, что Газпром Инвест это мошенник. Ну, разделось это ново. Смотрите, Михаил, Михаил Махинов, на самом сайте Газпрома написано, что они сами про себе не являются условно представителями финансового рынка, да, то есть они не предоставляют доступ к бирже. Они не могут этого делать просто физически. Именно поэтому у них есть партнеры в роде нашей компании, да, то есть American Century Invest которые занимаются этим уже очень давно и привлекают инвесторов профессионально. Вот и все. То есть Газпром занимается иногда тем, что создает длительная инвестиционная практика по привлечению мелкого инвестора. Но вам не будут звонить и представляться, что, мол, я звонил из Газпрома, да, из Газпром Инвест или из Газпром Банка и так далее, понимаете? А вы напомните мне с кем вы там в партнерах Газпром, по-моему, да? Нет, я не понимаю. Газпром и Газпром и ВТБ Банк. Да, ВТБ Банк наша дочерняя компания брокерская предоставляет свои брокерские услуги. Именно поэтому у ВТБ Банка есть платформа инвестиционная, ну, которая у него там есть, условно, ВТБ инвестиции. Странно, я только что зашел, подождите, я только что вот зашел на ВТБ Банк, на ВТБ, на сайт ВТБ и там ваша Америка Century, как-то там еще, там в списке партнеров не числится ваша организация, вот как вы можете это объяснить? На официальном сайте я посмотрел и то же самое сбросьте мне ссылку. У нас, смотрите, в чем дело, отношения брокерские, которые установлены между банками и брокером, они партнерские, но они не условно, ну, как это, что вы думаете, вы зайдете на сайт ВТБ и там большими буквально написано American Century Investments, да? Да. Нет, ВТБ и частные российские банки наоборот, они скрывают то, что они сотрудничают с американскими брокерами. Но, если вы посмотрите документацию, если вы действительно заинтересуетесь этим, то вы увидите, что Тинькофф работает, по-моему, с его вангардом, если не ошибаюсь, то есть, опять же, ему вангард предоставляет доступ к рынку. ВТБ работает с нами, открытие работы тоже, по-моему, с вангардом. Сбербанк, я не знаю, с кем работает, но тоже с какой-то брокерской фирмой, прямо из Манхэттена, в общем-то. они работают с крупными брокерскими компаниями, но публично об этом не говорят, потому что, опять же, есть такое дело, как политика, и как это российский банк, Сбербанк, будет работать с плохим, капиталистическим, скажем так, жадным к деньгам брокером из Манхэттена, да, что это такое? Мы же как бы, ну, на самом деле, понимаете, то есть у нас полярности имеются, то есть США, Россия, Китай и так далее, и поэтому так. Но если смотреть документацию, действительно, если интересация документации, то там все видно замечательно. Ну, на сайте самом вы не найдете никакой информации. А как не найду? Да как не найду? Хотя, хотя, хотя подучите. ВТБ, ВТБ, и инвестиции. Вы просто никуда не заходили, вы плетете из головы бред, нигде ничего не смотрели. Я понимаю, не смотрел, 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 пристаньте, Миша, маленький ребенок, честное слово. Вот, документация, все есть документы, смотрите, вот, захочет ВТБ, документация, и смотрите, реглана доказания услуг на финансов рынка банкового ТБ. Нажимаешь, тикс, тикс, нажал, нажал, и здесь, и здесь, 41 страница. Я не знаю, здесь есть что-то, а через кого они работают, я пока не вижу. Да, то есть, я таким не интересовался, нет, здесь только информация для клиента, то есть, от ВТБ для клиента, тут нет брокера, в самом, полистайте, посмотрите, может быть, терминология, познакомитесь. Вот, может быть, там что-то есть, но я сомневаюсь, что в документах на сайте что-то было. Вот, какие еще вопросы есть, Михаил? Ну, вы просто же интересуетесь, вот эта тема, действительно, посмотрите, не... Да, правильно я сказал, Калина? Смотрите, American, смотрите, пишите в гугле American, American, American Century Express, или как ваша организация называется? Нет, Investments, Investments, American Century Investments, American, американский Century, столетие, и инвестмент, инвестиция. смотрите, сразу заходите на Википедию, словно. Investors, вот, American Century Investors? Investments, да. Investments, вот так, посмотрел, так, вот даже Википедия есть, ух, елки-палки, есть, Википедия есть, только вот, скажите мне, пожалуйста, вы действительно, ну, вы действительно с этой организацией? Нет, Михаил, я 40 минут клоуничаю, понимаете, и вру вам, и реализирую. А, нет, стоп, это делаете вы, и отнимаете мое время. Михаил, давайте так, я удаляюсь, Мощонка, Мощоночка, Мощонка, Квен сосать будешь? Будешь сосать? Ты такой клоун, господи боже мой. Ой, оставайся, 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 столько времени, елки-палки. Миш, 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 оставайся лохом, ну, честно. Если тебя однажды обманули, оставайся лохом. Ты остался, все, все, ты лох, у него же ты лох, все. Мощоночка, передавай всем с подвальщика своего сырого, горбайся на своего, пахана. с 20 сырого, это же у нас в Кольс-Сити передам, конечно. Ты где сам живешь, драчок? Я-то живу в нормальной подвальщике и не с горбайщика своего хозяина, который требует, чтобы столько-то дурачков развел. А если бы я был балахом, я бы уже давно бы со своими деньгами бы расстался с вашей псевдоорганизацией, ты меня понял? Уже расстался на Хольщик. У тебя был негативный опыт. Ой, негативный опыт. Все вы такие были негативный опыт. А одна организация негативный опыт, старая организация негативный опыт. Да на вас никаких денег не хватит, чтобы найти нормальную организацию по заработку. потому что и к тому же если бы был реальным брокером, мне бы не звонил, а я бы сам к тебе обратился бы. Видишь ли, от 100 тысяч долларов я тобой пообщаюсь. Ты работаешь с консультантом, а меньше твой хозяин не позволяет с людьми встречаться. Ниша, ниша, мишань, успокойся. Ты работаешь с консультантом, ты не понимаешь, как работают в продаже. У любой большой корпорации есть отдел по продажам. Как бы она известна ни была, как бы она ни была раскручена и так далее. У Майка, у Газпрома того же, да, условно, у Мордональдса есть отдел по продажам, который даже делает холодные звонки. Но ты об этом не знаешь, потому что ты дурачок. Ты бедный дурачок, который никогда в жизни не заработает ни копейки. Тебя однажды обманули, и теперь ты никогда не будешь верить финансовым организациям. Это дело твое, понимаешь, не мое. Ну, как бы, извиняйся за потраченное время. Можешь не извинять. Ты скам. Ты определенный скам. Твоя организация скам. Ты самозванец. Да, ты только что загублял American Century Investments. Лицензия у твоих товарищей фальшивая. Доверять этой броковской организации никоим сочинь нельзя. Ты не разбираешься в этом для того, чтобы вот об этом говорить. Ты не понимаешь, что такое лицензия, дурак. Ну, все. Кладывать деньги в проект не имеет ни малейшего смысла. Вас просто обманут опытные мошенники. Это обычная ловушка. И про сайт American Invest Century отзывы не могут быть положительным характером. Это очередная все-таки брокерская помойка, которая не имеет никакого отношения к финансовым рынкам. Их обещания, вранье, забивают голову, не дают опомниться. Делают все очень быстро. Используют психологические приемы для обмана. Мне дальше продолжать? Ты зашел в группу лохов в Телеграме, в которой ты участвуешь? Или все? Я не пойму. Там уже там вот так вот пишут, да? Ты участник организации лохов какой-то определенной, да? Нет, вряд ли вообще дрочки такие, блин. Все, давай, Миш, удачи, удачи. Я не могу, блин, что свалять? Субтитры сделал DimaTorzok